Привет всем! Сегодня хочу рассказать вам о второй посылке, которую я заказала с сайта Baincons. Ее мне разделили на две части. Первая часть, в составе которой было три продукта, пришла мне за две недели. А вторая, в которой было все остальное барахло, пришла мне за 43 дня. Начнем наш обзор китайских товаров с некосметических покупок. Первое, что хочу вам показать, это вот такая щеточка для очистки расчесок. Здесь вот такие металлические стержни, которые хорошо вычесывают волосы из вашей щетки. Вот у меня есть моя расческа, которую я еще не чистила. И покажу вам, как это все работает. Вот так проводите по щетке. Неважно, какая у вас расческа, эта щеточка вычищает даже расчески для кота. Даже самые маленькие ворсинки. Как видите, все работает. И эта штука просто обалденная. Дальше идет вот такая пластмассовая оправа, якобы Ray-Ban'овская, вот с такими штучками по бокам. Она обычно из пластика, но пластик хороший и прочный. Здесь еще стояли в средине линзы. Кстати, линзы очень были хорошие, но это простое стекло. Если вдруг кто-то захочет вставить сюда специальные линзы для зрения, то нужно будет вставлять пластиковые, потому что эта оправа будет слишком слабой для стеклянных линз. У меня постоянно возникала проблема с тем, чтобы распутать наушники после того, как они полежат в сумке. И я наконец-то нашла решение. Я заказала вот такой чехол для наушников. Это как бы фирмы Beats Audio. И все, моя проблема исчезла. Я очень радуюсь. Этот чехол очень мягенький, он очень легкий, что самое главное. И вот так в нем можно хранить наушники. Или сюда просто ложить. Но это уже по вашему желанию, мне так больше нравится. Купите себе вот такой чехол и забудьте о проблеме распутывания наушников. Теперь перейдем к продуктам для ногтей Inel Art. Первым, что покажу вам, это вот такой вот наборчик, который состоится из штампика и скребка. Штампик обычный, с мягенькой подушечкой, на которой мы перепечатаем рисуночек. И здесь простой, не металлический шкребок. Хочу сказать, он работает так же классно, как и металлический. Поэтому не бойтесь брать. У меня рисунок получился со второго раза. И эту вещь я тоже советую, она очень крутая. Вдобавок к штампику и скребку, конечно же, взяла вот таких два кружка с рисунками. Они очень хорошие. Сверху они были покрыты защитной пленочкой, поэтому пришли мне невредимые. Ими тоже я уже попользовалась. Рисунок выходит четким, красивым. И очень тонкий слой лака переносится на ваш ноготь. Тоже советую. Далее идут вот такие вот дотсы или инструменты для рисунка. Которые можно делать как рисунки, так и ставить точки для разных узоров. Здесь в наборе пять штук. И они с разными наконечниками. То есть имеют разный диаметр. Я заказала две пачки. И в одной пачке были три прокованных палочки. Поэтому мне пришлось составлять один хороший набор. Вообще они очень хорошие. Кстати, брак состоял в том, что вот эти вот наконечники, они просто вынимались. Но это не проблема. Их можно вклеить. И у вас будет хороший набор, если вдруг вам попадется плохой. Сами дотсы тоже классные. Рисунок получается моментально. Даже если вы не профессионал. И, конечно, дизайн просто не оставляет равнодушным. Очень классно. И им приятно работать. Далее расскажу о продуктах, связанных с макияжем и лицом. Дальше были вот такие матирующие салфетки. Я заказывала одну пачку, которая состоит из 50 штук. Но мне пришло две пачки по 90 штук. Это не может не радовать, но явно там ошиблись. Матирующие салфетки выглядят как обычный листочек такой бумаги. Он хорошо впитывает весь ваш кожный жир. И кожа действительно остается матовой. Мне салфетки понравились. Но если у вас в магазине поблизости есть матирующие салфетки, то не стоит тратить ваше время на доставку из Китая. Пойдите просто купите. Они будут такие же самые, но время на их получение вы затратите намного меньше. Дальше идут вот такие тени для бровей от MAC. Мне они очень понравились. Они компактные и прикольная упаковочка. На них написано, что они сделаны в Канаде. Я не знаю достоверно этой информации или нет, но это не может не радовать. Сами тени выглядят вот так. Здесь два оттенка. Под бровь и на саму бровь. Вот так вот они оба смотрятся. И оттенок, который предназначен для области под бровь, можно использовать в любом вашем макияже. Он классно переливается. И мне эти тени понравились. Попробуйте, и вы не пожалеете. А дальше я вам расскажу о кисточках для макияжа. Первая кисточка предназначена для консилера по глаза или для закрашивания мелких несовершенств на коже. Она вот такого размера с плотной ручкой без марки. И она мне пришла в согнутом состоянии, но с помощью воды я ее немножечко выпрямила. Она хорошо набита, но она немножечко жестковата для того, чтобы использовать ее на область под глазами. Поэтому часто я ее не пользуюсь, а вообще кисть классная. Следующая кисточка – это кисточка для тени из искусственного ворса плоской. Она тоже была немножко погнута, но ее я исправила. Вот на такой ручке. Кстати, у всех кисточек очень хорошие прочные ручки, но эту кисточку можно использовать только на тени влажным способом, потому что так она плохо переносит пигмент. Следующая идет опять скошенная кисточка, но уже меньшего размера. Это кисточка из натурального ворса, тоже для теней. Она хорошо набирает тени, хорошо их отдает и классно и прорисовывает мелкие участки, тоже на классной ручке. Люблю эту кисточку. И последняя кисточка, тоже из натурального ворса. Это кисточка карандаш или кисть бочонок. Она просто суперски наносит тени в складку и за 3 секунды их растушевывает. Обожаю эту кисточку и буду ей пользоваться все время. И последнее, о чем я вам расскажу, это о двух украшениях, которые я заказала. Это была первая вот такая вот подвеска. Я заказала в серебре, там есть еще металлик и белое серебро, по-моему. Сама подвеска неплохая, но если рассматривать ее сблизи, то она, конечно, выдает себя, но сдалека она очень классно смотрится. И второе, это колье с листьями, всем известно. Колье было реально классное и есть реально классное. У меня в темном цвете. Все оно очень хорошо сделано, длинное. И сейчас я покажу, как оно смотрится на одежде. Вот это первый кулон. Как видите, он идет до середины груди. И мне очень нравится, как это смотрится на темном цвете. Если снять вот этот кулон, то можно на эту цепочку повесить с другого украшения. И тоже будет классно смотреться. Вот второй колье, как видите, оно намного длиннее. Оно идет где-то до конца ревер, если можно так выразиться. Единственное, его минус, это то, что оно очень сильно путается, если его не повесить или красиво не сложить. Но, как видите, даже на черном цвете оно смотрится классно. И мне оно очень нравится, и всем советую его заказать. Субтитры сделал DimaTorzok